Пару месяцев назад мне в руки попала банка, которая для меня лично оказалась таким приветом из прошлого, помимо того, что ее подарил мне хороший человек, Володя, привет, оказалась для меня приветом из прошлого, которого у меня не было. Дело в том, что это банка с эталонным чаем, которая была упакована в 1960 году за 12 лет до моего рождения, но это привет очень теплый, очень приятный и каким-то образом связывающий меня и, наверное, многих других любителей чая с тем чайным прошлым, которое было у нашей страны. Дело в том, что грузинский чайный проект, краснодарский чайный проект и все остальные чайные проекты, которые правильнее было бы называть советскими, это проекты очень масштабные, очень красивые и очень интересные, которые, к сожалению, сейчас сохранились только в виде осколков, иногда осколков интересных, но пока еще не получивших достойного и, в общем, заслуженного продолжения. Я так понимаю, что я не единственный счастливый обладатель таких потертых баночек с эталонным чаем, потому что буквально вот на днях Стефан Эрле, который живет на Тайване и который тоже занимается чаем, он как раз хвастался в Фейсбуке тем, что пил чай из такой банки и получил он ее тоже от Владимира Кусова. И я так понимаю, таких банок по белу свету довольно много, вот, но от этого, конечно, ценность их нисколько не снижается, даже в какой-то степени становится приятно и интересно, что этот прият из прошлого можно расшарить с большим количеством хороших людей. Честно говоря, мне не хватает знаний и квалификации для того, чтобы полностью реконструировать назначение этой банки и ее содержание. То, что на ней написано эталон, то, что на ней написано вскрыть, вернее, хранить до особого распоряжения, или вскрыть по особому распоряжению, да, храниться до особого распоряжения, это понятно. То есть создавались какие-то образцы грузинского чая, которые могли использоваться для того, чтобы сравнивать чаи, например, других урожаев с этим образцом, или чаи этого же урожая с эталонным чаем, ну, и для каких-то других чисто таких прикладных целей. Значит, но часть надписей на этой банке я просто не могу расшифровать, например, что такое L2 и средний. Ну, средний — это еще можно предположить размер листа, а что такое L2, я не знаю. В какой-то степени, наверное, можно более или менее уверенно сказать о том, что в этой банке хранится чай, изготовленный из сортов чайного куста грузинский номер один или грузинский номер два, потому что селекция этих сортов была закончена до 1960 года, и к 1960 году они уже вошли в культуру и повсеместно в Грузии выращивались. Более новый сорт, сорт колхида, который получился довольно удачным и который сейчас продолжает выращиваться по всему белому свету, в этой банке, естественно, оказаться не мог, потому что работа над ним закончилась в 1980 году. Вот. Ну, более или менее точно можно, наверное, спрогнозировать органолептику этого чая. Сейчас, конечно, для меня это будет лукавством, потому что только роликов с этой банкой мы сняли уже два, это третий, и все как-то, ну, то чай плохо заварится, то бред какой-то несу, поэтому вот постоянно переснимаем, поэтому я все об этом чаю уже знаю, но тем не менее, даже до того, как я этот чай попробовал, было понятно, что это будет грузинская классика. С суховатой медовостью, с, ну, знаете, вот у слова «пессимистический» у него на самом деле есть оптимистическое значение, то есть вот пессимистические ноты во вкусе и аромате – это такие ноты приятного увядания. Тот, кто видел картину «Все в прошлом», где бабушка с самоваром грустит, тот понимает, о чем я. Мы сейчас попробуем этот чай заварить еще раз, уже даже на камеру третий раз, посмотрим, что получится. Я завариваю 5 грамм, завариваю на 500 миллилитров воды, ну, водой, наверное, градусов 95, что там получилось после кипячения и после термоса, сказать нельзя. И, вы знаете, для того, чтобы немножко ускорить экстрактивность, я его еще на легкую свечечку поставлю, пусть там поплавает, побурлит. На самом деле ему это во вред не пойдет. Мы его еще раз попробуем и попытаемся вытащить оттуда все, что должен вытаскивать из грузинского чая. Чайные проекты на территории бывшего Советского Союза, они начались очень давно. И, в принципе, если копать уж совсем глубоко, то докапываться надо до первого чайного куста, который появился в Ялте и который, насколько я знаю, был завезен туда из Турина. По меньшей мере, когда в 2008 году мы с Ольгой ездили в Турин как раз делать семинар по черноморским чаям, нам очень понравилось то, что мы можем вернуть в Турин чай, который, возможно, каким-то образом связан с чаем, который из Турина в Россию был давным-давно привезен. И в Ялте, в Ботаническом саду, до сих пор растут кусты чайные, которые можно считать потомками того первого туринского кустика. Но, естественно, к чайной индустрии этот туринский кустик никакого отношения не имел, а первые нормальные уже чайные посадки чая в России начались на территории Грузии. И первым энтузиастом грузинского чая принято считать князя Михаэристави, который, как и положено грузинскому князю, наверняка был красив и наверняка имел избыток свободного времени. И это свободное время тратил, в том числе, и на то, чтобы экспериментировать с садоводством. Он был действительно энтузиастом, если верить опять же советской литературе, потому что основным источником сведений о Ириставе является Михаэл Давиташвили, вернее, его книжка «Чай наш грузинский», кажется, так она называется. И там-то в этой книжке Ириставе выведен таким благородным человеком, который был жертвой косности царского режима. То есть он чай придумал, ну, в смысле, не придумал, вырастил в Грузии, значит, чай получился хорошим, на выставках призы взял, а сволочи из царского правительства ему ходу не дали. Так это или нет, сейчас сказать уже нельзя, но фамилию можно запомнить. Дали сволочи из царского правительства ход чаю грузинскому или нет. Независимо от этого, к концу XIX-начала XX века в Чакве уже существовали полноценные чайные плантации, на которых работали и местные женщины, и гречанки, которые были в изобилии представлены на территории Российской империи, и которыми заправлял китайский мастер. Например, вот все эти картинки с китайским мастером и с женщинами, их можно подсмотреть на фотографиях Фроскузина-Горского. Был такой фотограф, который экспериментировал с цветной съемкой еще давным-давно, более 100 лет назад, и относительно недавно его фотографии были реконструированы, и там есть несколько чайных кадров, в частности из Чаква и в частности с китайцем, который стоит там с каким-то орденом или с медалью. Причем забавная история с этим китайцем связана. Дело в том, что когда наши друзья и коллеги, Коля Монахов, если ты когда-нибудь это увидишь, тебе тоже привет, попытались поднять абхазский чайный проект в 2004 году. Один из своих абхазских чаев они назвали «Друг из далекого», посвятив это название как раз тому залетному китайцу, который был вывезен из Поднебесной и работал довольно долго на грузинских чайных плантациях. Он только уже после революции выехал и избежал, насколько я понимаю, довольно печальной судьбы. Так вот, значит, грузинский чайный проект начался до революции, но настоящего расцвета, хорошего такого, в прямом смысле этого слова, он, конечно, достиг при советской власти, в общем, уже после войны. Причем грузинский чайный проект развивался параллельно, например, с Краснодарским, который тоже стартовал до революции, но там вот, если кому интересно, надо просто погуглить по имени Иуда Кошман, и там будет довольно много интересной информации о пионере краснодарского чая. Значит, точно так же, как работали проекты в Мукачево, по-моему, господи, если меня память не изменяет, были какие-то украинские чайные плантации, работали чайные проекты в Узбекистане, совершенно замечательный чайный проект был в Ленкаране, азербайджанский чай существует до сих пор. Короче говоря, индустрия развивалась, но у нее была одна, ну скажем так, родовая проблема. Дело в том, что перед советской чайной индустрией ставились задачи, которые с очень большим трудом могли быть решены в тех природных условиях, в которых у нас чай растет. Задача-то ставилась очень простая, надо было обеспечить максимальную урожайность, то есть максимально большое количество центнеров с гектара. А природные условия в местах произрастания чая в России и в Грузии, в Азербайджане и в других местах, они таковы, что они располагают к производству небольшого количества хорошего чая, иногда очень хорошего чая, и такой чай сейчас в России, например, есть, но категорически не подходит для того, чтобы производить массовку. А нужна была массовка. И, в принципе, на этом советский чайный проект и погорел. Он довольно быстро выродился в никуда, и такие слова, как грузинский чай или там азербайджанский чай, они стали синонимами чая плохого, причем очень часто совершенно незаслуженно. Но это было потом. А когда грузинский чайный проект стартовал, и советский чайный проект тоже стартовал, это была высокая наука, это была селекция новых сортов чайного куста, это были очень интересные научные работы, были замечательные книжки, там, Ксении Бахтадзе, того же Давиташвили, которые до сих пор очень интересно читать, несмотря на то, что, например, книжка Ксении Бахтадзе научная и сухая, а книжка Михаила Давиташвили, это такая разлюли-малина с большим количеством смешных уже сейчас идеологических штампов, с рассказами про торжество механизации при сборке чая и всякими другими штуками. Значит, были целые чайные династии, достаточно вспомнить фамилию Чентурия, которая начала заниматься чаем еще в Советском Союзе, и представители которой занимаются успешно чаем до сих пор. Короче говоря, было очень много интересных вещей. Осколки, очень интересные осколки того чайного проекта встречаются по всему белому свету до сих пор. Когда лет 10 назад я связывался с товарищами, занимающимися выращиванием чая в корну, или это тригатония антиэстейт, или как-то так они называются, первое, что я спросил у них, это было, ребята, вы колхиды-то выращиваете у себя там в Англии? Они сказали, да, конечно, среди чайных кустов, которые мы выращиваем на юге Англии, есть естественные колхиды. Это было очень приятно, хотя, конечно, немножко грустно. Ну а тот чай, который оказался в банке с надписью «Эталон», он, в общем, конечно, относится к тем временам, когда советский чайный проект переживал еще подъем, еще подъем очень хороший, очень интересный, когда он делал очень хороший чай. Мы этот чай просто-напросто сейчас попробуем. На самом деле, как это, с третьего раза, если мы имеем в виду дубль роликов, на мой взгляд, он удался, это уже по цвету заметно. Надо немножко ему дать остыть, потому что аромат сейчас перегрет, и из-за этого не вытащить оттуда очень тонкие, очень приятные вещи. Но, не знаю, здесь, конечно, можно немножко поиграть в это в угадайку, то есть, если все будет хорошо, в этом чае будет сухой мед, очень-очень тонкий, потому что грузинские чаи довольно быстро теряют аромат и в течение одного года после производства, а уж для чая, который был изготовлен в 60-м году, ждать каких-то сильных медовых нот, наверное, было бы опрометчиво. Но, тем не менее, я думаю, мы их вытащим. Будет очень приятная терпкость и будет очень высокая гастрономичность. Грузинские чаи, как и многие другие хорошие черные чаи, они не существовали сами по себе. Они хорошо интегрировались в гастрономическую и коммуникационную культуру, и их надо было сопровождать большим количеством хороших, вкусных, простых, сложных и всяких прочих закусок. Кричать тот самый чай я, конечно, не буду, потому что это неправильно. Но на самом деле, мне кажется, в этом чае есть все, что должно было быть в хорошем грузинском чае. Он простой, он вкусный, его можно выпить много. На мой взгляд, в него не нужно добавлять сахара и лимон, потому что тогда свой собственный вкус в нем будет забит полностью. Его надо закусывать, в лучшем смысле этого слова. Ну и, в принципе, знаете, его надо пить из больших пиал, засунув туда внутрь большой палец. С такой маленькой пиалкой это не проходит. А вот нормальные такие абхазские или какие-то другие восточные пиалы, узбекские, например, позволяют пить чай так очень вкусно.